Наш корреспондент Дмитрий Евчин задался вопросом, неужели выгодно давать инспекторам взятки? Его заинтересовала свежая история, происшедшая на посту ГАИ под Одессой. Журналисты дорожного контроля утверждают, поймали инспекторов на горячем. Люди в погонах якобы организовали настоящий конвейер взяток на одесской трассе. Отснятое видео передали в прокуратуру. Но что интересно, туда не обратился ни один водитель. Не на камеру перевозчики рассказывают, на взятки им даже выделяют отдельные деньги. Почему? Проще заплатить? Смотрите в сюжете. Видео, снятое журналистами общественной организации «Дорожный контроль» вызвало много споров в интернете. Здесь показана работа поста ГАИ при въезде в Одессу. Инспекторы останавливают водителей грузовиков, не прошедших взвешивания на весовом контроле. Проблема решается очень быстро. Сотрудник ГАИ заглядывает в кабину и через минуту фура продолжает следование. Это разговор журналиста с одним из дальнобойщиков по рации. Якобы за 200 гривен инспекторы закрывают глаза на перегруз. Когда же журналист подошел к одному из водителей фуры, тот сразу отдал права и вознаграждение. Смотрим внимательно. Права вы заберите. 200 гривен. Все видели? Данное видео общественники предоставили прокуратуре, которая начала досудебное расследование по факту коррупции. Передача денег там не установлена. Их нет и на сегодня. На сегодня следствие не располагает с заявлениями водителей-перевозчиков о вымогательстве. Легко уволить любого. Уволить за что? Ну, где-то видео есть, что передавались деньги. Честно, поражает и прокуратура, и все эти органы. Поскольку, извините, а что журналисты должны заниматься расследованием коррупции? Это дело УВБ и СБУ. Они должны там уже ночевать в палатках и снимать эти все вещи. Мы же просто показали, как оно бывает. Шумиха вокруг поста ГАИ под Одессой обнажила проблемы в сфере перевозок, говорит Александр Благодир. Он руководит Ассоциацией автомобильных перевозчиков в Одесской и Николаевской областях. Не знаю, правильно это ли говорить, но мы даже вроде как будто бы согласны с тем, чтобы просто заплатили какие-то деньги и поехали. Потому что те простые и та ответственность, которая лежит на перевозчике, во многократ больше той суммы, которую он платит на дорогах. Ему вторит коллега Александр Захаров. Он занимается перевозкой контейнеров из Одесского порта. Рассказывает, из-за пристального внимания ГАИ к фурам за последние два года в разы сократились заказы. Водители часто не успевают доставить груз в срок. Перевозчик выезжает на трассу Одесса-Киев. И вот по нашим статистическим данным, до 11 раз этого перевозчика тормозят по движению. Движение это 400 километров, 440 километров, чтобы проехать, тебя 11 раз остановят. По правилам, объясняет Александр, чтобы следовать с перегрузом легально, перевозчик обязан получить специальное разрешение. Нужно сделать запрос в службу по вопросам регуляторной политики. Там его будут рассматривать 10 дней. Потом получить разрешение в облавтодоре и ГАИ. На всю процедуру уходит дней 20. За это время клиент просто отзывает свой заказ. Заплатил, поехал. Нехитрая схема на этом посту ГАИ под Одессой уже не действует. Прокуратура начала проверки. И пункт весового контроля стал образцово-показательным. Правда, грузовики сюда приезжают меньше. Работать по новым правилам еще не привыкли ни водители, ни инспекторы. Теперь сотрудники ГАИ к грузовикам даже не приближаются. А когда останавливают фуру, от водителей держатся подальше. В пункте взвешивания нам показывают сертификат на весы и уверяют, что-то накрутить и обмануть водителя не получится. Если я каким-то образом попытаюсь влезть туда либо отверткой, либо другим образом, то есть при прохождении метрологии распечатка будет сбита. Государственная схема борьбы с перегруженными фурами не работает. Это означает, деньги в бюджет на ремонт дорог не поступают. Но в то же время ежегодно государство выискивает почти миллиард гривен на восстановление автомагистралей. Дороги украинские побудованы в 60-70-е годы. Ездить по этим дорогам с перевантаженными транспортными засобами, то все равно, что ездить на танках по Хрещатику. Они интенсивно руйнуются. 170 тысяч километров, 90-е отскотки из них находятся уже поза критичной межой. Городок Саврань в Одесской области наглядное пособие, как фуры разрушают асфальт. Уже несколько лет и днем и ночью из карьера недалеко от Савраньи 60-тонные грузовики возят щебень в Одессу. Их маршрут проходит прямо по центру города. Ремонтировать дороги в Савране, как и по всей стране, не за что. Автоперевозчики, которые тоже заинтересованы в качестве покрытия, бороться с предвзятостью инспекторов не спешат. Как, например, в случае с постом под Одессой прокуратура не получила еще ни одного заявления о вымогательстве денег со стороны сотрудников ГАИ. Вот так формула «заплатил, поехал, пока устраивает всех». Дмитрий Евчин, Элина Бекетова, Александр Данилов, Ирина Дьяченко. Подробности недели телеканал «Интер». И о приятном напоследок. Наша 10-летняя Настя Петрик покорила мир на детском Евровидении. Украинка спрашивает.